Рабочая поездка главы Следственного комитета России в Ленинградскую область началась с минуты скорби и памяти о защитниках северной столицы. В годы блокады именно отсюда, с западного берега Ладоги, грузовые полуторки брали курс на большую землю по ледяной дороге жизни. После войны на этом месте появился мемориал «Разорванное кольцо». Железобетонные полуарки и по сей день напоминают о страхе и ненависти к врагам, о силе советского народа, о спасенных и погибших. От разорванного кольца направо, мимо особняков и дачных домиков, к деревянному зданию музея «Дорога жизни», что в деревне Кокарева. Вот только экспонатов внутри нет. Их частично разобрали по домам местные жители. Более ценные вещи времен Великой Отечественной пока хранятся в культурных учреждениях области. А вот так выставка выглядела прежде. Ее уже не раз показывали в эфирах федеральных каналов. Экспозиция «Народная» — одна из тех, что импровизировано создавались при школах и заводах. Ну а в этой избушке в суровые годы Великой Отечественной располагался штаб той самой «Дороги жизни». В войну деревянный дом уцелел. Спустя еще полтора десятка лет люди начали приносить сюда памятные реликвии, пропитанные кровью защитников города на Неве или поднятые со дна озера. Эх, Ладога, родная Ладога, метели, штормы, грозная война. Не даром Ладога родная, дорогой жизни названа. Эту песню она поет с молодых лет. Когда началась блокада, Клавдии Гвоздиковой было всего 10. И жила совсем неподалеку от спасительной дороги, поэтому своими глазами видела уходящие в ледяную мглу караваны грузовиков. Но даже война не смогла погубить детство Клавдии Никитичны и ее сверстников, которые, вопреки происходящему, стремились жить. Поехали машины туда, а мы валенки, коньки, снегурки, палка как-то веревком намотаешь. Машины едут с эвакуированным. Туда везли людей, а обратно уже продукты везли. Мы на коньках, а машина-то дорога плохая. Идут тихо. Полуторки в открытых машинах ехал народ. В одеялах вот таких. Мы зацепимся и едем до озера. В лихие 90-е владельцем помещений стал частный собственник. Общество охотников и рыболовов долгое время занимало большую часть дома. При этом внутри отсутствовали условия для хранения экспонатов, которые нуждались в профессиональном уходе. Вот так теперь выглядят комнаты здания, признанного, кстати, объектом культурного наследия, где некогда располагалась выставка, посвященная дороге жизни. Обстановка, мягко говоря, бескультурная. Во дворе не лучше. Разбросанные доски и прочие предметы незатейливого быта. 9 мая 2020 года нужно было все это сделать. Март, апрель, 9 мая. Это я понял. Вот это администрация. Вот это мужики. Да, что он прошел, что-то не получилось. Но к 9 мая за два месяца сделали. Потомки ветеранов, которые собирали бесценную коллекцию, просят сохранить ее именно в этом месте, в память о самом страшном, самом голодном, но самом героическом времени. Однако долгое время проблема оставалась нерешенной. Исправить ситуацию пытались офицеры регионального следственного управления, которые по поручению главы ведомства провели процессуальную проверку, после которой возбудили уголовное дело о нарушении требований сохранения и использования объектов культурного наследия. Обвинение тогда было предъявлено Сергею Звонкову, руководителю того самого общества охотников и рыболовов. Однако, несмотря на собранные следствием доказательства, руководство Генеральной прокуратуры не утвердило обвинительное заключение. До суда так и не дошло. В последующем было вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Однако председатель Следственного комитета России, который в ходе своего визита в Кокарево лично встретился с жителями деревни, отменил данное постановление и поручил возобновить расследование, установив при этом обстоятельства возможной утраты экспонатов, которые были собраны усилиями граждан. Там была экспозиция, еще вот музей не остыл, его следы перевезли там куда-то, вы говорите, да? Ну, помойку-то можно убрать, и здесь, и во дворе мы вышли, а? Это кто должен? Поэтому я и приехал. Нам нужна тоже ваша поддержка. К сожалению, на этом проблемы кокоренцев не заканчиваются. В поселке нет газа, проблемы с питьевой водой регулярно случаются, и перебои с электричеством. Одна из жительниц рассказала главе ведомства о возможно незаконной застройке Ладожского берега и других фактах преступного оформления в частную собственность земельных участков, а также уничтожении лесного фонда. И снова проблема с историческими памятниками. Кокоревцы не могут попасть к памятнику 101-й батареи, который также оказался окружен частными землями. Там также до сих пор находят артефакты времен войны и личные вещи погибших на ледовой трассе. В запустении находится детский лагерь, расположенный в этом районе. В связи с многочисленными обращениями председатель Следственного комитета России поручил руководителю Следственного управления Палининградской области тщательно проанализировать все сведения, при наличии оснований провести процессуальные проверки и дать правовую оценку озвученным сообщениям. Кроме того, по итогам встречи с Следственным комитетом была организована оперативная связь с местными жителями, которые не смогли по тем или иным причинам принять участие в обсуждении наболевших вопросов. Более сотни человек обозначили волнующие их проблемы, сведения о которых также будут приняты к рассмотрению. Борьба за сохранение исторической памяти важна не только для поколения старшего. Гораздо важнее передать эту память молодым. Тем, кто в будущем будет в ответе за судьбу огромной страны, за благополучие ее граждан. К сожалению, среди нынешней молодежи все чаще проявляется жестокость, равнодушие и пренебрежительное отношение к подвигам предков. В интернете появляются видеоролики, где компании молодых людей оскверняют военные мемориалы, оскорбляют ветеранов, публикуют фотографии нацистских палачей на аккаунтах патриотических онлайн-акций. Спасти молодое поколение от неверных ориентиров способны только истинные знания. И музеи, особенно те, что созданы руками самих потомков героев, эти знания сохранят навеки. К счастью, среди современной молодежи много и тех, для кого история своего отечества не просто школьный предмет. По поручению Александра Ивановича Быстрекина, сотрудники Культурного центра Следственного комитета совместно с кадетами ведомственного кадетского корпуса и студентами Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России окажут полное содействие в восстановлении экспонатов «Дороги жизни». Также мы планируем обратиться к сотрудникам музея оборонной блокады Ленинграда, чтобы они нам помогли в восстановлении и постановке на учет в описи всех экспонатов. Инициативная группа Народного музея, которая долгие годы работает с экспонатами и архивными документами, установила более 5000 имен тех, кто трудился на «Дороге жизни». Впереди еще много работы, и список будет пополняться год от года. Но для этого Кокоринский народный музей должен сохраниться, как сохранился, к примеру, филиал Центрального военно-морского музея имени Петра Великого «Дорога жизни» в соседнем селе Осиновцы. Его председатель Следственного комитета России также посетил во время рабочей поездки. После реконструкции этот музей, оформленный по последнему слову науки, представил обновленную экспозицию и стал местом для формирования исторической памяти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok